Добрый вечер, у меня такой вопрос, если человек очень близок твоему сердцу, но не близок по духу, это ваша жена или просто знакомая девушка? Ну тогда может не стоит вам сходиться? Вы давно уже общались, встречались? Да, давно. Ну значит уже не девушка, живете вместе? Пока нет. Ну подумайте, надо ставить условия какой-то совместной жизни, если вы чувствуете, что она может быть ради вас, развиваться, если она категорично настроена. Понимаете, развитие человека, если люди живут уже вместе и они не близки по духу, это все поменяется со временем, надо так рассчитывать на это и так оно происходит. Но если люди пытаются создать семью и у них разные взгляды и устремления, тогда все зависит от развитости человека, бывают люди даже разной веры, разной веры и они просто супер живут друг с другом. У меня есть такие знакомые, у меня есть вот разные веры люди, и они просто супер, у них отличное отношение. Недавно я вот вчера включал кусочек песенки, сейчас другой кусочек включу. Это в принципе так нужно и таким развитым человеком, чтобы всех любить, разных традиций духовных, и при этом в своей вере углубляться, погружаться в свою, а не в чужую. И при этом всех любить, уважать, так люди должны жить сейчас, сейчас такое время, все перемешано, нет, раньше целые, ну, как монокультуры были огромные, там Турция, одна вера, там Россия другая, то есть целые монокультуры, веры, все было монокультуры. Сейчас уже не такая жизнь совсем, сейчас все перемешано, даже в Турции уже ни одни мусульмане живут. И так будет очень быстро мир так мешаться, и люди должны учиться любить другую веру, уважать всех, разные традиции духовные. Иначе мы с ума просто сойдем, потому что невозможно же жить во вражде, в любви надо жить. А можно ли выстраивать на прекращение общения с другими молодыми людьми, или это делать резко? Это главное условие отношений, просто главное условие. Есть такие вектора, которые говорят, что женщина должна сразу общаться с несколькими людьми, это полный бред. Допустим, ей несколько человек симметизируют, она выбрала одного из них, пообщалась, не понравилась, потом может с следующим общаться, вот так. Но если она сразу встречается с несколькими, она просто как проститутка. Даже если она не спит с ними, все равно. Потому что это предательство, то есть если она с одним встречается и искренне себя ведет, он верит, что она будет его. И если он узнает, что она с другим встречается, его веры уже нет. Вот я, допустим, если бы я был молодой человек и встречался с девушкой, я знаю, что она еще с одним встречается. Да я ни за что бы к нему ей больше не подошел просто. Потому что я знаю, зачем это надо вообще. Вот. Ну то есть это должно быть сразу условие отношений. Это бескомпромиссное условие. Надо уважать себя. Если она еще с кем-то пытается встречаться, то пожалуйста. Это просто общение. Как? Может быть дружеское. Да. Может быть. Вы давно мои лекции слушаете, нет? Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной за поводу. Спасибо большое. Вот если есть мужчина и женщина, и они дружат, это не дружба. Это называется тонкий секс. А есть еще глупый секс. Любой секс – это секс. Если мужчина и женщина общаются как друзья. Нельзя этого допускать никогда. Допустим, бывает так, что у мужа есть друг. И он просто ходит, общается вместе с женой. Вы дружите вместе. Тогда какое-то дружеское отношение есть. Но опять же под контролем жены. Все равно как-то там есть грамя, за которую уже нельзя заходить. Сейчас люди так уже увлеклись в этой дружбе, что, допустим, люди встречаются и начинают обниматься там. Мужчина обнимает чужую жену. Женщина чужого мужчину. Потому что друзья просто взяли, обнялись. И люди не знают, что они играют с огнем. Вот если человек загорелся весь, вот загорелся. Это опасно или нет? Вот одежда загорелась вся. Опасно? Вот если недалеко совместимость будет сильная между мужчиной и женщиной, они обнялись, обнялись. То происходит янерная реакция. Но если сильная совместимость, и он потом никогда не забудет этого обнимания. Он будет об этом думать. Потом постепенно эта мысль, она свяжет ее с этой женщиной. Начнутся тонкие сначала отношения. Потом симпатизация. Начнется это все. За полгода разовьется то, что человек начнет изменять. А причина – неправильная культура. Неправильное понимание вещей. Даже пробовать чужую жену нельзя. Не то что обниматься. Потому что может ядерный взрыв произойти. Разные среды мужская и женская энергия очень сильно могут соединиться друг с другом. У меня был такой случай. Одна знакомая девушка, духовной практикой занимается, верующая. И муж тоже у нее такой же. Она родила ребенка, и ей тяжело было одной справиться. Ну, ребенок маленький, нужно много времени уделять. И она попросила подружку помочь ей. Подружка просто готовила и кормила их с мужем. И все, ее муж ушел к подружке. И не вернулся потом никогда. Все. Она осталась одна на много лет с ребенком с мамой. В чем ошибка? Непонимание, как влияет вот эта энергия, мужская и женская энергия, опасна очень. Если бы она взрослую женщину пригласила, было бы лучше. Еще лучше бы маму пригласили родственника своего. Но подружку приглашать молодую, незамужнюю готовить. Особенно, если она улыбается от сладкого мужа, то это очень опасно. Услышали? Спасибо. Ну, а насчет вот, насчет межпрофессиональной любви. Слушайте хорошие песни. А звука нету. Кто-то может это исправить. Дальше наверху еще кто-то хочет спросить. Ну, мы подружились здесь в крае. Красно, что можно? Да. Можно? Когда мы приехали. У меня, сразу скажу, к слову вопрос. У меня очень сложные отношения с отцом мой. У меня и ребенок, рожденный у меня брака. И у меня очень сложные отношения. Он, ну, он помогает с ребенком. Ну, как бы, обычно общается по факту воспитания ребенка. Передавливает вас, да? Доска с вами сидит. Да, я постоянно плачу. Угу. Он как вампир. Он у меня пока не доведет до истерики. И такое чувство, что он прям легче становится, когда я бреву. Ну, потому что он, это, ну, у него есть жена, да, в семье? Нет, нет, он полоской. Я просто могу не знаю. Он просто, он был женатом. А это все происходит, вот знаете, как девочек за косички мальчики дергают в школе, знаете? Никак. Ну, там так же вас за косички дергают. Ну, то есть, просто, понимаете, ему не хватает вот этой женской энергии. А мужчине хочется, ну, побеждать женщину, понимаете? Хочется быть сильнее, как бы доказывать свое превосходство. Это его природа, как мужская работа. Мужчина не может с этим ничего сделать. Он хочет доказать, что женщина должна ему подчиняться. Ну, это фактически у вас супружеские отношения такие, знаете, такого плана. Ну, вы не живете вроде бы вместе, но у него, вам такое чувство. Такое чувство. Наверное, у вас есть близкие отношения с ним, да, какие-то? Нет, у нас закончились уже близкие отношения. Мы просто увидели одного ребенка, у нас ребенок, ну, с особенностями развития, скажем так, аутизм. Поэтому... Аутизм означает сильное напряжение внутреннее. Оно снимается теплой водой, животными рядом, если ребенок будет находиться, длительным движением, и стоять рядом с деревьями толстыми. Это помогает от аутизма. Что я вам сказал? В теплой воде по вечерам лежать каждый, стоять возле деревьев или просто находиться рядом с толстым деревом час-полтора раз в три недели. Много, долго двигаться, желательно бег или, ну, какое-то длительное движение, какое, возможно, расслабляет, снимает напряжение. Он начнет развиваться в вашем доме, если вы это будете делать. Делаем бассейн, вам работу лучше. Да, да, да. Вода тоже, вот, вода снимает напряжение. Значит, будьте постраду с ним. Женщина сильнее мужчины психически, но она об этом не знает. Надо просто один раз как бы крепко с ним повести себя, и все будет нормально. А мы звуком уже ладили, и все. Спасибо. Ага. Спасибо. Вы его разбаловываете. Сами позволяете ему слишком много. Вам так проще просто жить. Попробовать, да? Вам так проще жить, вот он, как бы, что хочет и делает, а вы не обращаетесь к нему. И он начинает... Нет, я обращаю очень внимательно, я очень эмоциональный человек, и он... Мне не работал. Как бы... Но он вообще сложный человек, но он вообще женщина, которая... Я знаю, знаю, да. Я знаю это. Знаю. Твердый характер, неприклонный. Да, и у нас вот даже как будто вот психиатрия придет рядом. Вообще... Да, 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 да. Ну, держитесь подальше от него, нет? Ну, я стараюсь держаться. Потому что все равно надо... Ну, неизбежно, неизбежно, что ничего не сделаешь. Огромное вам спасибо. У меня, думаете, есть такая проблема, да? Нет звука. Сейчас посмотрю. Нет. У меня все есть. Вот, посмотрите. Вот количество. То есть, там полное, здесь там полное. Вики, у меня есть, у вас нет. У меня есть. У вас нет. У меня есть. У вас нет. Я так не смогу. Это круто очень. У меня есть крик 합учных. Т 통 prototypes. Вопросы какие-то задать, да? Давайте,ブась, твою девочку. Да. Жить эмоцийiggs и свей clear не союз, нанес. Ну вот я не выключаю вообще то, что у меня постоянно. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы очень изменили мою жизнь четыре года назад. Видите, четыре года девушка. Сейчас у меня такая ситуация, что я замужем, я счастлива, у меня есть прекрасный ребенок, ласковый муж, все хорошо, понимаете? Потому что человеческие желания бесконечны. Человек никогда не закончит свою работу над собой. Да? На самом деле, вроде бы все хорошо, мы сейчас задумываемся о втором ребенке, но муж как бы есть и как бы нет. То есть зарабатывать он зарабатывает, дома он находится не так часто, но очень качественно. То есть говорит, что мечтает о том, чтобы больше с нами общаться, быть со мной и с сыном. Но вот все время куда-то девается. То есть он постоянно и куда-то носит. Хотя... У него такая природа, он очень активен по природе, активный человек. Вопрос в том, что родить второго ребенка, мне вообще ждать его дома или нет? Или на тебя надеяться? Надеяться на себя, на подружек. Как бы он... Если вы родите второго ребенка, только по его судьбе он будет сильно привязан к нему. К этому первому вы привязаны. А второй будет его. И поэтому он будет с нему тянуться больше как бы, да. Но все равно он же мужчина, он не может возле ребенка долго сидеть. Нереально просто. Ну это реально, но у нас в семье есть еще прямо мама, которая тоже очень привязана. Мама тоже будет к второму ребенку очень привязана. К первому она не привязана. Да. Вы даже вообще все ответили. О чем мне делать остается? Я понимаю, что ничего. Спасибо большое. Ну вот там мужчина, по-моему, да? Или кто-то женщина. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Ага. Скажу только одно. Большое спасибо вам за то, что вы появились в нашей жизни. Четыре года мы уже с мужем слушаем ваши все лекции. Вашу болтовню? Нет. Вы уже как член нашей семьи. Хорошо. Вот. Я все хорошо. Замужем, все мужем. Прекрасно. Все хорошо. Все прекрасно. Но. Да. Нас уже объявили все, кто мои родственники. Нормально. Да. Ну, кто тебе сказать, вашу секту-то? А у меня нет никакой секты. Так это мы понимаем. Я… 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 Межконфессиональный. Да, да, да. Вот. Я просто… Хотелось бы только у вас… Буду больше счастлив, если вы останетесь в своей вере, они будут что-то менять. Спасибо. Потому что, когда человек меняет, вот наступают такие моменты, что идет адаптация, потом межконфессиональная, длительная, родственники в шоке и так далее. Это столько проблем вызывает. А если человек начал развиваться в своей вере, все равно все будут в шоке. Но не так сильно. Потому что люди всегда боятся, когда человек идет к Богу. Всегда боятся. У меня только один вопрос. У меня очень сложное отношение с моей сестрой. Она меня вообще никак не понимает, и я ее тоже никак не понимаю. Она очень искренне верующий человек. Ну, наверное, нет. Ну, да. Просто она еще об этом не знает. Это, видимо, да. Но у нее психика такая очень твердая с точки зрения убеждения. Да. Она убежденный очень человек. И она станет верующей, искренней. Но не в вашей вере. Ну, в смысле, не в православном. Может быть, в православном. То есть нам ее не трогать. Она сама придет к этому. К это вере. А вы ее не сможете трогать. Она вас не трогает. Да, да, да. Очень трогает. У нее сильнее убежденность, чем у нас. Мы даже вдвоем не можем справиться. Не справиться. Но она придет к Богу со временем. Она в прошлой жизни совершила оскорбление на верующих людей. И потеряла отношения с Богом. И когда она видит, что кто-то имеет эти отношения, у нее начинает колбасик умереть. Но мы правильно все делаем? Вы правильно. И она все правильно. Она придет к вере со временем. Когда она поймет, что вас не поменять, она сама начнет менять. Ну, вопрос второй. По поводу второго ребенка. Надо быстрее начинать второго ребенка. Время уходит. Но это еще можно? Еще можно. Спасибо. Желания человека бесконечны. Их невозможно остановить. Поэтому человеку надо жить дальше, жить. И всегда развитие дает счастье. Четыре года уже вполне достаточно, чтобы счастлив. Многие люди, кто давно слушает лекции, работают над собой, не обретали это счастье. Но все равно они не могут остановиться, им еще чего-то хочется. Человек бесконечен в своих желаниях. Ваш вопрос. Давайте я, знаете, что... А это будет, конечно, для меня жестоко. Ну, мне кажется, что все-таки... Сейчас я досмотрю. Может быть, выход как-то закладает, вход, что там. Ну, играю постоянно. О, пошло. Все-все пошло. Все-все пошло. И поправку. Хорошо. Пока к стене. Хорошо. Ага. Видите, звук есть, я на полную сделаю. Видите, звук есть, я на полную сделаю. Видите, звук есть, я на полную сделаю. Я слушаю ваши лекции, начала их слушать до фестиваля «Благость», когда я в мае приезжала и слушаю каждый день и засыпаю с вами. Приезжайте на фестиваль «Благость», ваша жизнь полностью поменяется. Это просто, ну, такое событие в жизни человека может быть, что потом всё меняется в жизни, человек начинает по-другому смотреть на вещи. Потому что две недели он варится вот в этой каше энтузиастичных людей, таких, которые работают над собой, туда тысячу человек уезжают со всего мира. Да, в 5 утра встаёшь и бежишь бегом, чтобы занять место, потом в другое место, бегом вообще. Вы запомнили фестиваль, запомнили? Да, я на пенсии, но я бегала первая, занимала места. Молодец, молодец. Вот, и сейчас я засыпаюсь с вами, и дочка мне говорит, мама, нехорошо спать женатыми мужчинами. Я не женатым, я наставник. Да, ну, это шутка, это шутка, да. Я на вас не смотрю, как на женщин. Нет, нет, конечно, мы срочек пошутим. Вот, а у меня вопрос, у меня вопрос... Ну, я не согласна с такими шутками. Хорошо, больше некогда, хочу идти. У меня вопрос о моей дочке. Моей дочке 27 лет. Я не знаю, как сказать правильно, в общем, она подсела на Индию. Она 5 лет живёт в Индии. Вот такой вопрос, что... Ну, и у неё много начинаний, и клиничных предыдущиков нет. Я, в общем-то, переживаю. Не переживать её, этот период уже заканчивался. Этот период, когда она бегает, что-то ищет, она скоро будет замуж уже. Пускалась в максимум год. Просто в самый максимум. А там или здесь? Там. Там? А дочка здесь? Да, по её судьбе она там. Мама будет в гости к вам приезжать, она вас любит. Ну, ладно, моя хорошая, уже много было. Давайте я буду читать лекцию. Вы, конечно, бесконечны в ваших желаниях от меня чём-то узнать. Но мы должны сейчас с вами общаться. И это касается не только как бы веры, это касается вообще в целом природы эгоизма человека. Потому что человек должен побеждать судьбу именно так, что, допустим, всегда в любви есть эгоизм. Допустим, мать очень сильно любит дочь всегда. И когда дочь любит муж, её она попадает, выходит замуж, то мать очень сильно, ну, потому что женщина, она может, она это как река, она куда-то течёт. И когда женщина к сторону мужа начинает течь, то она уже не течёт в сторону родителей. И больше всего от этого страдает мать, потому что она теряет от близких отношений. Она, дочь, уже не будет с ней так близко общаться и подолгу, как раньше. В результате возникает жёсткий конфликт между мамой, жены и мужем, между тёщей и мужем. Понимаете, возникает конфликт. И они находят объяснение, они находят причину. Вот если сейчас взять любой этот конфликт, там есть причины. И причина только одна — это неподеленная любовь. Потому что любовь, она имеет эгоистическую природу. И если есть способность жертвовать, понимаете, допустим, вот как должна девушка относиться к родителям своего мужа? Она должна прилагать во много раз больше усилий, чтобы с ними дружить, чем со своими. И тогда семья будет крепкой, потому что когда начинается разлад, то родители всегда тянут одеяло на себя. Понимаете? Так устроено вот сердце у родителей, что они понимают, что хороший человек, но тянут одеяло всё равно на себя. И разводят людей. 20% разводов идут по вине родителей, родственников. Понимаете? То есть разлад происходит по судьбе, может быть, может быть, и всегда, и у всех будут при время, когда будет разлад. У всех людей это обязательно случится. И когда разлад, куда деваться женщине? И деваться к родственникам, потому что нет с мужем контакта. Она идёт к родственникам, а те её сразу на себя тянут. И всё, и дальше они удаляются, удаляются друг на руле. Всё, отношения закончились, развод. То же самое мужчины, родственники его сразу начинают на себя тянуть. Матеру говорит, ну что ты с ней живёшь, ну ты же такой парень видный. Найди себе получше. Зачем тебе ему учиться? У кого вот так говорили родители, подними? Только все говорили. Я уверен, просто кто-то не поднимает руку. Потому что всегда свой ребёнок кажется лучше, понимаете? Потому что мать своём ребёнке больше видит чистоты. Она просто его с детства знает. А чужого ребёнка она не знает, поэтому она не видит в нём чистоты. Но если человек способен видеть хорошее даже в том, кто на другом берегу находится, то есть если, допустим, женщина способна сильно полюбить мать свою в мужа, прямо дружить с ней, а мужчина способен полюбить мать своей жены и дружить с ней, то тогда крепость, крепость семьи возрастает многократно. Это как вокруг города не один, как ряд крепостей, а несколько рядов крепостей. И взять такой город практически невозможно. Так должна быть жизнь строится. Надо учиться совершать этот ход и любить родителей своего близкого человека. И ещё через родителей своего близкого человека можно понять крепость семьи, ваш потенциал. Ну то есть, допустим, люди думают, у нас суперчувство, суперотношения, но есть ещё понятие резерв, резервная защита семьи, резервные возможности семьи всегда определяются отношениями с родственниками, не моими, а родственниками моего близкого человека, моими отношениями с ними. Ну то есть, если у меня с ними отношения хорошие, и у моей жены с моими родителями отношения хорошие, то семья, потенциали очень крепка. Потому что разрушение начинается с самих супругов сначала, а потом родственники сдерживают их разрушительные позывы, то есть уговаривают их остаться вместе, если правильно построены отношениями. И, допустим, я видел в восточных странах, это настолько сильно работает, вы даже просто представить не можете. Вот в Индии, допустим, 1% разводов всего, 2% было, 1%, 2%. Так вот, по статистике у них 90% семей сохраняется в результате влияния родственников. То есть это 90%. И я видел такую ситуацию, когда у моих знакомых уже там, потому что со мной уже советовались, как с специалистом уже такая ситуация была сложная. Ну то есть там ситуация была такая, что мужчина в результате влияния своей матери, он постепенно начал отходить от своей жены и отправил ее к родителям. Ну там такая страна, что там, если ты просто заявляешь, что я развожусь, а жена не согласна, а ты все равно разводишься, то тебя могут в тюрьму усадить за это. Представляете? Вот. И вот тайком, как бы, типа, я не развожусь, все нормально, и отправил жену к родителям. И назад не забирают. А живут они в разных городах, там большое расстояние. И все, и он типа, ну поживи там, еще поживи там. И она уже беспокоится, звонит, он трубку не берет, там, и так далее. Ну вот такая ситуация. И у них там есть какие-то пересечения по бизнесу, по деятельности. У родителей тех и других. И они потихонечку, помаленечку, заманили этого мужа по бизнесу в этот город. Приехали. Он остановился не у них, а там где-то в другом месте. Вот. И дальше произошла интересная вещь. Порядка 70 человек родственников со стороны жены пришло с ним поговорить. И говорили они с ним порядка 18 часов. То есть имени рассказывали, что сначала они просто вместе кушали, веселились. Потом они ему объясняли, что надо вернуться к жене. Потом ему угрожали, что он вообще из этой комнаты не выйдет. Если ее назад не возьмет. Потом им обещали, что если выйдет, если он возьмет назад, они ему будут в бизнесе помогать. И во всем, и у него жизнь будет шоколад просто. В общем, за 18 часов они его укатали в доску просто. И он уже точно решил возвращаться. Забрал жену назад. То есть повез ее назад. И все, сейчас живут нормально. Он просто понял, что если он опять ее отправит туда, то будет то же самое. То есть 18 часов 70 человек, это нереально просто выдержит. Понимаете? Вот такая культура. А у нас наоборот, как бы пошел и пошел, и нормально. Люди там понимают, что как бы разрушилась семья, все плохо. Все дальше будет только хуже. Они это понимают. А у нас вообще этого не понимают. Развалился брак, ну и ничего страшного, другого найдешь. У нас вообще не в другом в этом плане. Люди вообще не понимают, что происходит. Хотя раньше понимали. Вот взять 50 лет назад, да не дай Бог, там у кого семья разрушается, все помогают, все пытаются договориться там целым. Скандал начинается даже на работе там и везде. Понимаете? Даже и в царской России так же было. Нельзя было бросать близкого человека. Такой скандал, такая разрушка потом в жизни. Все на тебя смотрят, как на уроду. А сейчас, что только люди не вытворяют? Причина – это отсутствие знания. Нет образования в этой зоне вообще никакого. Раньше, представляете, в школах люди, детям объясняли, как надо в семье жить. Были такие уроки специальные. И девочек учили с девочками, а мальчиков с мальчиками. И обучали их, как вести себя в жизни. Понимаете? Есть были нравственные уроки и так далее. Даже и религиозное образование было. Со школьной скамьей. Это не только в России, это во всех странах так было. А сейчас все это во всем мире взяли и решили похоронить. В результате количество разводов растет со страшной силой во всем мире. И самое ужасное заключается в том, что есть определенные слои деградации, как бы деградации рождения уже людей. Понимаете? Потому что есть такое понятие, что идет определенное снижение хорошей судьбы при рождении людей. Если люди рождаются вот уже в таком обществе, в котором царит вот такой вот как бы нравственный хаос, то есть определенные три стадии деградации развития человека. И даже человек, если он попал в характер, родился с характером на третьей стадии, он все равно может вернуться назад. Он может иметь хороший характер и прийти назад к правильным вещам. Но для этого ему нужно потрудиться над собой какое-то время. Не так долго, может лет пять, и он возвращается назад.